Всем привет! В эфире «Этнографика» и сегодня мы продолжаем серию выпусков «Черноморский фронтир», посвященных истории образования черноморских многонациональных поселков на побережье Краснодарского края и их предыстории, относящихся к Кавказской войне и прежним карельным жителям, черкесам, или адыгам, абазинам, убыхам, абхазам. Итак, сегодня наш путник добрался до крупного города Сочи, собственно, центральной части города, и мы поговорим о том, что из себя представляет Сочи, какая у него история и этническое своеобразие этого города. Как и многие города крупные на побережье, Сочи образовался из слияния своего вот этого такого полувоенного, полупозже дачного ядра вместе с сельскими поселениями, окружавшими город, собственно, современный. Я не буду в этом выпуске обсуждать именно правильность даты основания города, пусть в этом соревнуются местные краеведы. Возьмем за исходную 1872 год, собственно, момент образования российского Сочи, как именно такого посада гражданского. И если оглянуться вообще в прошлое, то можно обнаружить на территории Сочи многие памятники, такие следы прошлого. Это и римская крепость Ампсолида, это и следы генуэзской фактории на территории современного города, и всегда существовавшие параллельно вместе с вот этими древними памятниками, древними культурами, коренные жители, поселения коренных жителей Убыхов и Южных Абазин, и их предков соответственно. В начале 19 века, недалеко от будущего российского форта, в центральной части современного города Сочи, располагался дворянский аул князя Аубла или Облагу Алихана. Он относится к смешанной такой абазино-убыхской семье, и это был главный родовой аул этой семьи. Этот аул был заброшен в 1838 году после высадки российского десанта на берегу устья реки Сочи и постройки Александровского, а позже переименованного в Навагинский, укрепленного форта военного, который, получается, оказался всего в полутора километрах примерно от этого аула, непосредственной близости от него. Впрочем, местные жители научились использовать географию местности против этого форта, и известная сегодня в Сочи гора Батарейка, находящаяся как бы в северо-восточном углу по отношению от берега и от места бывшего форта, использовалась ими для обстрела форта с помощью артиллерийской пушки, которую использовал англичанин Джеймс Белл, такой вот авантюристый путешественник, который прожил среди черкесов три года, и в данной местности конкретно учил их использованию артиллерии в борьбе с Российской империей. По мнению историка Тамары Половинкиной, территория аула определяется границами некоторых сочинских улиц. Это Первомайская, Нагорная, Кубанская, Рженикидзе и Курортный проспект, то есть в пределах такого естественного плато внутри территории города. В 1854 году российские власти взорвали Навагинский форт, оставили его в связи с событиями Крымской войны, в связи с эвакуацией с побережьем, и на следующие более чем десятилетия он оставался в руинах. Только после окончания Кавказской войны в 1864 году российские власти в лице Даховского отряда вновь заняли вот эти руины и построили там Даховский пост. Как известно, местные жители, коренные, убыхие, южные абазины, не приняли российского ультиматума и практически полностью ушли в Османскую империю. В 1871 году городские власти нарезали территорию плато на некоторое количество равных участков, и через год первые вот эти шесть десятин купил московский купец Николай Мамонтов. Собственно, на деньги которого и был построен Александровневский собор, сегодня высущийся в центральной части города Сочи. Вилла под названием Вера, которая принадлежала Мамонтову, она долгое время являлась своего рода символом города Сочи, до Сочи, до Сочи, до посады тогда. Сегодня в ее стенах находится центр детского творчества и досуга Сочи. В 1883 году компанию ему составил купец Хлудов, который активно разводил сады и виноградники, пробовал выпускать местные сорта вина. Его владения располагались на территории парка с вот этим переусадебным участком, который сегодня известен больше как Ривьера. И именно вокруг владения этих двух купцов в основном и разрастался курортный город в виде сначала зданий таких служебных по обслуживанию этого курорта, потом жилых при них. На территориях Хлудовского имения разрослась Кавказская Ривьера еще до революции, это был известный бренд. Сочи тогда еще не назывался, собственно, Сочи. Он имел название постдаховский, посаддаховский долгое время. Где-то примерно в 1870 годах здесь жило всего 100 человек. То есть примерно около 60 славян, еще около 20 грузин и 5 немцев. Население Сочи росло очень медленно до революции и не сильно увеличивалось. То есть он долгое время оставался таким захолустным, дачным и немножко курортным поселком. В 1891 году на его территории проживало всего 440 жителей, из которых большинство сославляли также славяне, русские, украинцы и грузины. Только к 16-му году начало увеличиваться население с проведением шоссе Новороссийск-Сухум, а к 17-му году и с открытием железной дороги в этих территориях. И именно железная дорога дала импульс развитию города, но это уже советская история. Внутри современного центрального микрорайона города Сочи, которым можно, собственно, город только и назвать, уместились некоторые бывшие национальные поселения, такие сельские, которые окружали город. Вот, например, Мамайка, которая встречается в вариантах русская Мамайка или грузинская Мамайка. Это бывшие восточные окраины владений царской семьи, которые в Дагамысе находились. В первой вот этой русской Мамайке на берегу моря, практически пляжа на таком обрыве. На площадке томятся, можно сказать, руины древней крепости Мамайк-Але, которая сегодня находится под заброшенным недостроем санатория какого-то, с которым все судится, никак не досудится. Они значительно порушили, конечно, эти руины. Сама крепость Мамайк-Але относится еще к римскому времени. Долгое время она использовалась византийцами, генуэзцами, которые ее перестроили поверх прошлой крепости. Что касается самого Топонима Мамайка или Мамайк-Але, то есть Мамайка в данном случае это название реки, которая дала название району и крепости, собственно говоря. Есть разные версии, начиная от фамилии князя, то, что это яблоневое место, что это порода зубра. И есть даже версия, что на шапсулкском диалекте адыгского языка так называли с древних времен греков и римлян адыги, черкесы. Но это, конечно, очень спорная версия. Хотя интересно. У речки Мамайки, протекающей через этот район, есть и другое название – Псахе. Ну, это примерно с адыгского переводится как «река» или «речная долина». И по этимологии это то же самое, что и речка Псахо, о которой мы уже говорили в прошлых выпусках на Кудепсте возле Адлера. Здесь, на этой реке, в верховьях ее в 1863-1863 годах, то есть в самый разгар Кавказской войны, был построен такой деревянный дом большой, в котором находился так называемый Черкесский парламент. То есть когда англичане все-таки помогли со стороны убыхов вот этой конфедерации, сопротивлявшейся Российской империи, субэтнических групп объединиться, они написали им конституцию, сформировали парламент, отсюда выезжали делегации в Англию, во Францию, в Турцию с просьбой признать независимость Черкесии как некой единой структуры. И отсюда пытались они вести переговоры с Российской империей. Ну, такие же сепаратные условия, что прекратить войну, типа они обязуются сдерживать группы тех всадников, которые будут пытаться выступать против России, но чтобы на их территорию не заходили. Но ничего у них не получилось. И это здание российский десант сжег в 1963 году, после чего парламентарии, так сказать, собирались уже дальше в горах, в аулах обыкских князей, либо на территории Турции. После Кавказской войны и ухода коренных жителей селения на речке Псахо, на Мамайке, появились только в 1890-е годы, из новых поселенцев. Ну, конкретно русская Мамайка, она появилась на месте имения Бочарова и состояла из смешанных русско-украинских семей изначально, хотя на сегодняшний день русская Мамайка она селена в основном армянскими семьями. Тоже такой парадокс небольшой. Грузинская Мамайка, она грузинская, соответственно. Есть еще одно интересное селение с восточной стороны города, сейчас это микрорайон Раздольное, на речке Бзугу. Основано это селение было в 1870-х годах выходцами из Подольской губернии поляками, которые приняли православие, русифицировались и жили в этом селении. Всего около 133-х человек. Ну, ассимилировались они еще и по той причине, что боялись, что их накажут за участие в польском восстании 1863-1864 годов. Поэтому это был способ такой скрыться от властей. Но не так уж многое они потеряли. Свои дворянские корни и традиции эти поляки сберегли. Селение Раздольное сегодня часть городского центра Сочи. И тут же недалеко находится микрорайон Бытха, где расположено старинное святилище убыхское, воспетое в книге Баграта Шинкубы последних из ушедших. Там сейчас памятник стоит в виде птицы такой даже на площадке. В северо-восточной части города есть такой район Навагинка. Раньше тоже отдельное селение было, которое основали в далеком 1869 году. По другой версии в 1867 немецкие колонисты, которые пришли то ли с Дона и Кубани, то ли с Поволжья. Ну, скорее всего, с Поволжья, потому что довольно активно у них были распространены традиции посадки бахчевых. То есть арбузов, дынь. Это больше такая волжская культура. Когда-то на том месте стоял убыхский аул, но его сжег российский десант еще в 1852 году. Задолго до окончания Кавказской войны. И более он там не восстанавливался. Деревня это, или селение позже, имела второе название Колонка. Или Колонки. А в простонародье их называли Лютеранское село, хотя там кроме немцев жили и украинцы. Название самой Навагинки произошло от бывшего форта Навагинского, сочинского. Колонки, видимо, связаны со словом колонисты просто. То есть распространенное название достаточно на Северном Кавказе немецких колоний. Ну, на этом, пожалуй, наш выпуск закончен сегодня. Мы еще в следующем выпуске поговорим о верховьях Сочи, о происхождении названия Сочи, о таких разных хуторах, которые давно исчезли в горах, которые были там в советское еще время. И поговорим еще о селении грузинском Пластунка, и бывшем убыском центральном селе. Ставьте лайки, комментируйте, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о свежих видео на этом канале. Напоминаю, что есть в наличии тираж книги «Танцы горы и каштановый мед», доступно для заказа. Если что, пишите в комментариях. Ну и, чтобы поддержать канал, можете нажать на кнопочку «Спонсировать» вот здесь внизу, или почитайте в описании, как можно сделать это единоразово. Ну и все. И до новых встреч. Всем пока.